Времена, когда нужно часами стоять у подзорной трубы, давно прошли. Это телескоп-робот. По наблюдателю получить фотографии из космоса, ученые теперь могут откуда угодно. Главное перед этим все настроить. Телескоп имеет полностью удаленное управление. Вы можете им управлять откуда угодно, где есть интернет. Например, с вашего мобильного телефона. Вам просто нужно вызвать соответствующую функцию. Секунду. И нажать на кнопку. Кауровскую обсерваторию часто называют астрономической Меккой. Ее построили более полувека назад. Здесь астрономы и студенты изучают строение, происхождение и развитие галактики, физику звезд и солнечной активности, небесную механику. На этом телескопе наблюдался этот объект. Это совершенно сумасшедшая звезда. Называется она звезда Табби. Время от времени у нее случаются вот такие вот провалы в яркости. То есть просто она теряет в блеске 1-2%. Объяснений этому было множество. В частности, рассматривался вариант о том, что вокруг этой звезды инопланетяне строят так называемую сферу Дайсона. К счастью, инопланетяне оказались ни при чем. По словам ученых, звезду окружает большое кольцо из пыли. Его плотность меняется и яркость звезды тоже. Делать интересные открытия кауровским астрономам позволяет не только новое оборудование. Важное значение имеет и расположение. Обладает территория уникальным географическим положением. То есть она является единственным профессиональным астрономическим инструментом от Иркутска до Поволжья, до Казани практически. Больше в России ничего нет. Если астрономические явления не такие, они от времени зависят, когда что-то есть. Это самая большая вузовская обсерватория в России. По словам директора, практически единственная. Сюда приезжают на практику студенты и вместе с учеными делают исследования. Традиционно раз в год здесь проводят конференцию «Физика космоса». Выступают и юные астрономы, и те, кто в этой сфере уже давно. Олег Угольников подготовил доклад о серебристых облаках. Они появились относительно недавно. Сначала, говорит, это явление многих пугало. Но потом объяснение нашлось. Угольниковые газы, вызывая глобальное потепление здесь и поверхности, одновременно, наоборот, вызывают быстрое похолодание верхних слоев атмосферы. И просто раньше там не было настолько холодно, и лед не вымерзал. Нарушается тепловой баланс атмосферы. Причем очень высокие скорости похолодания. Это, в общем, серьезная проблема. Студентка третьего курса Уральского федерального университета тоже подготовила доклад. Девушка интересуется темой звездных скоплений. Есть звезды, которые двойные. То есть они вращаются вокруг центра масс общего и взаимодействуют вдвоем. Есть тройные звезды. Три звезды уже взаимодействуют друг с другом. Несколько сотен лет назад за небесные открытия могли сжечь на костре. Сейчас же юных астрономов готовы поддержать во всех начинаниях. Лишь бы только немного больше узнать о тайнах Вселенной. Дарья Трофимова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.